До шести сократили количество рейсов между Вилючинском и Петропавловском. Местные жители жалуются, что выехать из города подводников на общественном транспорте практически невозможно. Проблемы с междугородними автобусами и стоимостью проезда здесь были и раньше, но теперь ситуация обострилась ещё сильнее. Произошло это из-за отмены рейсов по маршруту номер 126К. Теперь, чтобы добраться до краевой столицы, жителям микрорайона Рыбачьи приходится ехать до соседнего Приморского на одном автобусе, а после пересаживаться на междугородний под номером 124К. Сейчас вместо «Газели» на маршрут номер 124К вышли более комфортабельные автобусы большей вместимости, но зачастую и они не вмещают всех желающих. Особенные неудобства испытывают жители Рыбачьего, которые едут с пересадкой. Они могут приехать в Приморский либо слишком рано и замёрзнуть в ожидании следующего рейса, либо задержаться и не успеть занять свободные места. Актуальными остаются и ещё две проблемы – это расписание и высокая стоимость поездок. У нас стоимость маршрута с Приморского 280 рублей до города, с Рыбачьего, по-моему, 380, если я не ошибаюсь. У нас считается, что это один город, микрорайон Приморский и Рыбачий. Чтобы нам доехать с Рыбачьего, мы должны заплатить почти 500 рублей. Всего шесть рейсов в день. Последний из них в 17.30. Люди называют такой график движения издевательским. 120-й до Елизова отправляется по пять раз, а в выходные и вовсе три. Кроме того, на протяжении последних лет вилючинцы регулярно сталкиваются с тем, что автобус может просто не прийти в обещанное время. Это касается как внутренних, так и междугородних маршрутов. Поэтому горожанам приходится искать альтернативные способы передвижения. Если нам нужно доехать, допустим, до города, но в этот момент нет автобуса, я еду до КПП на такси за 600 рублей. Там я пересаживаюсь на автобус термального, который стоит там 100 с копейками. Еду в Петропавловск-Камчатске. Есть в телеграмме группа попутчики, вилючинск называется, и мы там списываемся друг с другом. Соответственно, если кто-то едет, там на бензин помогаем, естественно, не за спасибо нас водят. И мы добираемся с помощью тех машин, которые выезжают и готовы нас взять. Кто-то бывает на автостанцию, прям подъезжает и предлагает, говорит, поедете. Ну да, поедем и уезжаем с ними. Выбраться из города на попутки выходит гораздо дешевле, чем на общественном транспорте. Как правило, водители берут на бензин по 100 рублей с одного пассажира. Ситуация с высокой стоимостью проезда в автобусах не меняется годами. Перевозчики лишь периодически повышают цены. Большим прорывом когда-то стал бесплатный студенческий автобус, который утром забирает учащихся колледжей и вузов из Вилючинска, а ближе к вечеру привозят обратно. Но и с ним сейчас возникли проблемы. Доброго утра всем! А студенческий автобус отменили тоже? Владимир, добрый день! С 26 апреля автобус Камчатского индустриального техникума находится на ремонте. Планируемый срок завершения ремонта – 13 мая. А вот отмену рейсов по маршруту номер 126-ка в Минтрансрегион объяснили отсутствием желающих взяться за перевозку пассажиров. По сообщению ведомства, на аукцион никто не заявился, поэтому было принято решение просто упразднить маршрут. Жители Вилючинска не удовлетворило такое объяснение. Они считают, что власти не попытались найти решение проблемы. За годы безуспешной борьбы за свои права и комфортную жизнь в закрытом городе люди устали и потеряли надежду. Однако есть вероятность, что застарелую транспортную проблему наконец-то заметят те, кто может выступить в интересах горожан и изменить ситуацию к лучшему.